Здравствуйте! В эфире телеканал АСИБИСИ и радио СИБИСИ-ФМ. Вечерний выпуск новостей в студии Лидия Молодцова. Вначале коротко о главном. Его лидерские качества, продуманная политика и смелые шаги спасли Азербайджан от больших бед в самые решающие для народа моменты, как в годы советской власти, так и в период независимости. Сегодня исполняется 101 год со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева. Президент Ильхам Алиев в рамках поездки в Карабахский регион Азербайджана принял участие в открытии после ремонта и реконструкции ряда инфраструктурных объектов в Визулинском, Лачинском районе и городе Шуша. В Казахстане состоялись переговоры глав МИД Азербайджана и Армении Джихуна Байрамова и Арарата Мирзаяна. Министры в течение четырех часов обсуждали проект двустороннего соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений. Встреча прошла без посредников. Стремительно переобувшийся в оппозиционного политика армянский архиепископ Баграт Галстанян ставит ультиматумы Николу Пашиняну и даже видит в себя в кресле главы правительства Армении. Украина, как и Россия, приняла закон о мобилизации осужденных. Однако, как утверждают в Киеве, в отличие от России, в Украине планируют отбирать осужденных, основываясь на добровольном желании и результатах военно-врачебной комиссии. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибана Алиева находятся в Карабахском регионе. Там глава государства ознакомился с работами, проведенными в селе Суз Лачинского района, встретился с жителями и принял участие в открытии малых гидроэлектростанций «Забух» и «Гары Гышлаг» открытого акционерного общества «Азер Энерджи». В рамках поездки в Шушинский район президент Ильхам Алиев заложил фундамент поселка Туршсу, ознакомился с работами, проводимыми на автомобильной дороге Ханкенде-Шуша-Лачин. Затем президент и первая леди приняли участие в открытии первого жилого комплекса в городе Шуша и встретились с первыми жителями, переселившимися в «Жемчужину Карабаха». Вместе с тем Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии после реставрации мечети Мамаы и бани Шеринсу. Также они ознакомились с работами по реставрации в мечети Ашагы Гофхарага, в доме музея Узейра Гаджей Бейли и в мечети Чольгала. Кроме того, президент и первая леди приняли участие в церемонии закладки фундамента третьего жилого комплекса, который будет построен в городе Шуша. Ранее глава государства посетил Визулинский район, где ознакомился с работами на автомобильной дороге Ахмед Бейли Визули Шуша, принял участие в открытии первого туннеля, построенного вдоль дороги, а также в открытии после ремонта и восстановления комплекса водохранилищ. Сегодня в 101-ю годовщину общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехребан Алиева почтили память общенационального лидера и возложили венок к его могиле. Глава государства и первая леди также возложили цветы на могилу супруги великого лидера, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифе Алиевой. Также была почтена память известного государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева. Азербайджанский народ также чтит память своего общенационального лидера. Сегодня с самого утра тысячи граждан посетили аллею почетного захоронения в Баку. В 101-ю годовщину дня рождения Гейдара Алиева тысячи граждан Азербайджана приходят на аллею почетного захоронения, чтобы почтить память общенационального лидера. Расшатанный войной и столкнувшись с демографическим кризисом, именно таким был Азербайджан в 90-е годы. Пришедшему к власти в 1993 году Гейдару Алиеву предстояла колоссальная работа по построению государственной стратегии развития на долгие годы. В период его правления были реализованы многочисленные проекты, определившие дальнейший путь развития Азербайджана. «Сегодня, как и каждый год, мы посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева. Невозможно отрицать его заслуги в процветании Азербайджана, в создании его сильной армии и экономии, ведь мы были свидетелями всего этого. Помню, как одним из первых его решений было подписание соглашения о прекращении огня. Это было очень правильным и мудрым решением. Зато сегодня Азербайджан имеет одну из самых подготовленных и оснащённых армий мира, способную принять любой вызов». О заслугах Гейдара Алиева перед народом говорят не только свидетели первого этапа построения независимого Азербайджана, но и молодое поколение. Среди них – школьники, студенты вузов страны, которые также пришли на аллею почётного захоронения, чтобы почтить память общенационального лидера. «Гейдар Алиев сыграл неоценимую роль в построении нынешнего Азербайджана. Сегодня решимость и храбрость нашего народа являются результатом успешной политики Гейдара Алиева, а также политики его преемника, президента Ильхама Алиева. Именно общенациональный лидер Гейдар Алиев положил начало политическому курсу, продолженному господином Ильхамом Алиевым». Заветной мечтой общенационального лидера было увидеть Азербайджан победителем, восстановившим свою территориальную целостность. Сегодня можно с уверенностью сказать, что мечта Гейдара Алиева, как и миллионов азербайджанцев, воплотилась в жизнь. Азербайджан восстановил историческую справедливость и уже под руководством Ильхама Алиева, продолжающего политику своего великого отца, строит своё блестящее будущее. Абухая Джафарова, Роза Фаттахов, Сибиси. Возвращение к власти общенационального лидера Гейдара Алиева стало поворотным моментом в истории современного Азербайджана. Республика стала именно такой, какой её предвидел и планировал Гейдар Алиев. Стремительная карьера Гейдара Алиева берёт начало с поста начальника отдела контрразведки Комитета государственной безопасности Азербайджана. В 1967 году его назначили руководителем КГБ, присвоили звание майора. До него этот пост всегда занимали люди из Москвы. Предложение стать первым секретарём ЦК Компартии Азербайджана Гейдар Алиев поначалу отверг, но впоследствии, взвесив все за и против, принял. 14 июля 1969 года генерала Гейдара Алиева назначили на этот пост. Когда в 1969 году я взял на себя миссию руководить республикой, я и был очень обеспокоен, потому что я всё сомневался, справлюсь я с этим. А вместе с тем я хотел сделать так, чтобы республику поднять. А я сумел поднять республику. Ведь имейте в виду, впервые из Азербайджана представитель азербайджанского народа оказался в Москве, в Кремле и стал одним из руководителей Советского Союза. Азербайджан в те годы по сравнению с другими социалистическими республиками сильно отставал в развитии. Гейдар Алиеву удалось в короткие сроки превратить страну в стремительно развивающуюся авторитетную республику в масштабах Союза. По личной инициативе великого лидера было введено в строй более 250 заводов и фабрик, а число крупных промышленных объектов достигло 1048. Со временем Азербайджан превратился в одну из самых развитых республик Союза. Весь Азербайджан отмечает очередную годовщину со дня рождения выдающего сына Азербайджана, нашего общенационального лидера Гейдара Алиева. Только тогда, когда национальное лидерство совмещается с политическим лидерством, эта личность превращается в общенационального лидера. Господин Гейдар Алиев был именно той личностью, которая повел свой народ в тяжелое для него время, к вершинам, к будущим успехам. После смерти Леонида Брежнева в 1982 году к власти в Советском Союзе пришел Юрий Андропов. Одним из первых кадровых решений Андропова стал перевод Гейдара Алиева из Баку в Москву и назначение его на должность первого заместителя председателя Совета министров СССР. Гейдар Алиев курировал сразу 14 министерств. Однако после безвременного ухода Андроповой жизни в 1984 году против Гейдара Алиева началась грязная кампания. В октябре 1987 года он подал в отставку в знак протеста против политики, проводимой Политбюро ЦК КПСС и лично генеральным секретарем Михаилом Горбачевым. А в 1990 году в постоянном представительстве Азербайджана в Москве общенациональный лидер резко осудил кровавые события 20 января в Баку и призвал наказать виновных. В целом, начало 90-х годов прошлого столетия стало периодом тяжелейших испытаний для Азербайджана, которые продолжались вплоть до 1993 года, когда по просьбе народа страну возглавил Гейдар Алиев. Великий лидер, возвратившийся к власти по воле народа, устранил все угрозы и препятствия перед республикой. Гейдар Алиев сформировал внешнеполитический курс страны, опирающийся исключительно на национальные интересы. И в Азербайджане началась созидательная работа. Он сыграл очень большой роль в критической ситуации, когда был холод и голод в этот период. Ему пришлось пройти все сложные пути. По просьбе народа ему приходилось вернуться. Вы знаете, что он вернулся сначала в родные краи Нахчеваны, а потом уже, вы знаете, он вернулся в Баку и за короткое время он смог сделать невероятные вещи, когда в трудные моменты, в трудные годы и периоды он закладывал основу новой государственности республики. Завоевать независимость – это сложно, но сохранить ее намного сложнее. И вот благодаря гению Гейдара Алиева независимость Азербайджана стала вечной и незыблемой. Построение демократического и светского государства было главной задачей внутренней политики Гейдара Алиева. Особое внимание общенациональный лидер уделял развитию экономики. Он проводил переговоры с ведущими компаниями мира, благодаря чему в Азербайджан удалось привлечь миллиарды иностранных инвестиций. Ярчайший тому пример – контракт века, договор о сотрудничестве с 11 ведущими нефтяными компаниями. У власти в стране находился уникальный человек. Ход истории Азербайджана менялся на глазах. Моя жизнь, она, в общем, связана с моим делом, с моей республикой. Понимаете, и день, и ночь, вся моя забота связана с тем, что как-то вот сделать свою страну, свою республику лучше. Общенациональный лидер считал важнейшими качествами человека чувство ответственности, требовательность к себе и окружающим, которые он и применял в своей личной жизни и работе. Я очень уважительный к людям, но вместе с ним очень требовательный. Но я требовательный к себе больше, вы понимаете. Я к людям, к своему окружению, больше требовательности, чем к себе, не предъявляю. Но вот эта моя требовательность иногда квалифицируется как жесткость. Нет, я не жесткий. Я вообще-то милый человек, я должен сказать. Самой большой мечтой общенационального лидера было освобождение от армянской оккупации Карабахского региона Азербайджана. В своих многочисленных выступлениях Ейдар Алиев выражал уверенность, что оккупированные земли будут непременно возвращены. Это завещание великого лидера выполнил его достойный преемник – президент Азербайджана Ильхам Алиев. В 2020 году в ходе Второй Карабахской войны, которая длилась всего 44 дня, страна положила конец армянской оккупации. А в 2023 году в ходе однодневной операции в Ханкенди полностью восстановила государственный суверенитет. Мечта выдающегося политического лидера была исполнена. В Турции также отметили 101-ю годовщину со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева. Памятное мероприятие было организовано Генеральным консульством Азербайджана в Стамбуле. Гости особо отметили, что именно благодаря дальновидной политике Гейдара Алиева Азербайджан и Турция смогли достичь высокого уровня взаимоотношений. Современный Азербайджан достиг высокого уровня развития благодаря Гейдару Алиеву. С такими словами, сегодня в Стамбуле почти лем память общенационального лидера страны. Участники памятного мероприятия, приуроченного 101-й годовщине со дня рождения общенационального лидера, рассказали о значимости его шагов для укрепления суверенитета и дальнейшего развития республики. Гейдар Алиев без преувеличения основатель современного Азербайджана. Общенациональный лидер заложил основы развития и процветания страны. Наряду с этим общенациональный лидер увековечил своё имя в мировой истории. И в советское время, и уже после распада СССР, Гейдар Алиев трудился на благо азербайджанского народа и на благо всего тюркского мира. Гейдар Алиев всегда с особым трепетом относился к младшему поколению. Персона общенационального лидера важна и детям, которые получают образование за пределами Азербайджана, но при этом тщательно изучают прошлое своей страны. «В школе нам много рассказывают о Гейдаре Алиеве. Он действительно очень важная фигура не только для Азербайджана, но и для всех тюркских народов». «Несмотря на то, что я не застал того времени, когда Гейдар Алиев был жив, я очень много знаю о его заслугах перед Азербайджаном. Это действительно общенациональный лидер». Главной целью Гейдара Алиева было достичь максимально высокого уровня развития страны во всех отраслях. Для республики, территории которой были под оккупацией, оборонно-промышленная сфера была зоной особого интереса и внимания. «Здесь мы уделяем особое внимание сфере образования. Среди шагов, которые были предприняты Гейдаром Алиевым, можно отметить и основание военного училища имени Нахчеванского, выпускники которого принимали участие в Первой Карабахской войне и внесли большой вклад в победу во Второй Карабахской». Именно благодаря дальновидной политике Гейдара Алиева Азербайджан и Турция смогли достичь высокого уровня взаимоотношений. Подписание Шушинской декларации после победы Азербайджана в 44-дневной войне стало ещё одним подтверждением того, что великий лидер заложил крепкую основу взаимоотношений двух стран и правильно определил контуры внешней политики Азербайджана. Сегодня Баку и Анкара полностью координируют свои действия и предпринимают все необходимые шаги для укрепления не только собственной безопасности, но и всего региона. Эллада Мамедова, Турала Сади, Си-Би-Си. В Алматы завершились переговоры между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхоном Байрамовым и Араратом Мирзаяном по проекту двустороннего соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Переговоры длились 4 часа, хотя они и проходят в Алматы, казахстанская сторона не выступает в качестве посредника. Тему продолжим с нашим гостем. К нам подключается Даниал Саари, директор Центра политических исследований Алмайю. Господин Саари, здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер, всем добрый вечер. Что ж, завершились двусторонние переговоры в Алматы с участием министров иностранных дел Азербайджана и Армении. Как я уже сказала, они продлились 4 часа. Какие у вас ожидания, минимум и максимум от этих переговоров? Ну, уже тот факт, что такие встречи возможны, это очень позитивный все-таки толчок к мирному регулированию и к вопросу делимитации границ между Арменией и Азербайджаном. И, конечно, максимум хотелось бы ожидать, что это будет такое мирное разрешение, как вообще в истории еще много таких кейсов. Значит, Германия и Франция после долгих войн, после Второй мировой войны, стали основателями Евросоюза. Египет и Израиль в 79 году смогли во время Кенгдеевских соглашений подписать мирное соглашение, которое привело к экономическим отношениям, к культурному обмену. Но то же самое, что, можно сказать, и о Северной Ирландии. В 98 году был положен конец конфликту. Поэтому я хотел бы надеяться на то, что Армения и Азербайджан, в конце концов, смогут мирно сосуществовать. Я думаю, что сегодня Азербайджан очень много для этого делает. Действительно, стоит также отметить, что переговоры продлятся еще и завтра. А на ваш взгляд, как алматинская площадка будет способствовать процессу нормализации отношений между двумя странами? Вы знаете, Казахстан очень часто стремился к тому, чтобы быть медиатором различных кейсов конфликтных. Вот это и были астанинские встречи, и по сирийскому конфликту. Я думаю, что, конечно, дипломатия приложит все усилия для того, чтобы эти встречи были взаимовыгодными как для Армении, так и для Азербайджана. Глава МИД Армении также на встрече заявил о том, что не стоит ограничиваться подписанием мирного договора, можно еще пойти дальше и разблокировать все транспортные коммуникации в регионе. Можем ли мы утверждать, что Еревану пришло осознание того, насколько важна нормализация отношений со своими соседями? Я думаю, знаете, хотелось бы надеяться на то, что это будет именно так, потому что для Армении очень выгодно все-таки мирное сосуществование, взаимодействие с соседними государствами, так как у Армении практически нет выхода только Иран, Грузия, Турция и Азербайджан. Поэтому я думаю, что для Армении будет очень выгодно, конечно, сотрудничество и, конечно, имеет смысл пойти дальше и открыть экономические каналы взаимодействия тоже. Что ж, будем надеяться на положительный исход переговоров. Большое вам спасибо, что подключались к нашему эфиру. Спасибо большое. Всего доброго. Я напомню, что на прямой связи со студией был Даниал Саарим, директор Центра политических исследований Алмайю. Продолжаем выпуск. Между тем, сотрудники Службы государственной безопасности Азербайджана почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева. Глава СГБ, генерал-полковник Алина Агеев и сотрудники ведомства посетили могилу Гейдара Алиева в аллее почетного захоронения, возложили к ней венки и цветы. На мероприятии, организованном в актовом зале СГБ, Алина Агеев подчеркнул, что деятельность Гейдара Алиева в органах безопасности, которой он посвятил 25 лет жизни, стала важным этапом в истории СГБ. Основой сегодняшней деятельности силовых структур Азербайджана, по словам главы СГБ, является школа профессионализма и патриотизма, заложенная Гейдаром Алиевым. Партия «Новый Азербайджан» провела мероприятие, посвященное 101-му летию общенационального лидера. Участниками мероприятия стали депутаты парламента Азербайджана, а также видные деятели общественной, политической и культурной жизни страны. Заместитель председателя партии «Новый Азербайджан» и руководитель центрального аппарата Тахир Будагов выступил с речью об исторических заслугах общенационального лидера в становлении азербайджанской государственности. Он заявил, что Гейдар Алиев, будучи президентом независимого Азербайджана, заложил основы сегодняшних исторических, политических и экономических успехов страны, в том числе победы в отечественной войне. «Судьбоносные моменты и величайшие успехи современной истории Азербайджана несомненно связаны с именем Гейдара Алиева. Мудрый деятель на всех этапах своей деятельности проделал беспрецедентную работу по защите национальных интересов и обеспечил прогресс Азербайджана. Во время руководства республикой в советское время Гейдар Алиев заложило основу для всестороннего развития в экономической, научно-технической и культурной сферах. Это послужило основой для создания независимого Азербайджана». Гостям мероприятия был продемонстрирован документальный фильм, поспорствующий о развитии Азербайджана во времена СССР и формирования независимой республики. И на всех этих этапах главенствующую роль занял великий лидер. «Азербайджанский народ, отмечая день рождения Гейдара Алиева, демонстрирует преданность, верность, любовь к нему и уважение к его достижениям. Мы никогда не забываем об исторической миссии Гейдара Алиева и всегда будем говорить о её важности для азербайджанского народа». Гейдар Алиев был политиком мирового уровня. И всё мировое политическое сообщество продолжает ценить и чтить память об этой исторической личности. Гейдар Алиев смог превратить Азербайджан в высокоразвитую промышленную страну с большим потенциалом в разных сферах деятельности, как в советское время, так и в годы независимости. В 1990-х годах общенациональному лидеру удалось избавить Азербайджан от анархии и хаоса, установив безопасность и стабильность по всей стране. Азербайджанцы всего мира празднуют день рождения Гейдара Алиева. И я верю, что память о нём сохранится вечно. Нигерийский журналист, активист платформы африканских НПО Дарьи Акогун посвятил статью международной деятельности Бакинской инициативной группы. Статья была опубликована в СМИ и в группах платформы африканских НПО в социальных сетях. В ней говорится о том, что Бакинская инициативная группа и политические движения, которые борются против колониализма, мобилизовали свои силы для борьбы против политики ассимиляции французского правительства в колониях, а также против колониализма и его современных проявлений в мире. Автор отмечает, что на организационной конференции в столице Азербайджана среди основных тем были действия Франции против местных сообществ, приводящие к их вынужденной миграции, вопроса прав человека и влияния на окружающую среду, смягчение последствий ассимиляции и ликвидации колониализма. Другим темам. От любви до ненависти один шаг. В Армении продолжает звучать критика в адрес России. В этот раз Москву обвиняют в причастности к массовым акциям протеста против правительства Никола Пашиняна. В партии армянского премьера считают, что российские спецслужбы готовят госпереворот в стране. Россия готовит в Армении государственный переворот. Серьезные обвинения в адрес Кремля звучат из уст представителей армянского политического сообщества. Российские спецслужбы подозревают причастности к организации массовых протестов в Армении. Правящие партии страны уверены, Москва для нагнетения ситуации в республике используют свои связи с армянской церковью. Многие священники настраивают население против правительства по указке Кремля, заявил соратник Пашиняна, депутат Гагик Милканян. «Мы стоим перед угрозой потери государственности. Цель пятой колонны – ввергнуть Армению в новую войну. Кого я имею в виду? Россию. Баграт и многие другие священники являются агентами этой страны. Во все времена Россия имела своих агентов в Армении. Церковь всегда была прикреплена к КГБ России. Об этом говорим не только мы, но и они сами. Мы должны иметь собственную границу. Нужно понять, что если начнется война, больше всех пострадаем мы». В последние годы контакты между Россией и Арменией заметно сократились. Официальные лица двух стран постоянно обмениваются взаимными обвинениями. В Ереване раздается жесткая критика в адрес ОДКБ, военной организации, в которой Москва играет ключевую роль. Армения де-факто заморозила свое участие в этом блоке, не отправляет своих военных на совместные учения и воздерживается от финансирования программ организации. У российской стороны претензий к армянскому руководству не меньше. В России недовольны прозападной, а главное откровенно антироссийской политикой, правительства Армении. Точки над «и» должны были быть расставлены в ходе недавних переговоров Путина и Пашиняна в Кремле. Однако итоги встречи армянские эксперты оценивают крайне негативно. Сегодня некоторые силы, то есть Кремль, Пятая колонна, Карабахский клан и хунта церковных служителей хотят помешать процессу делимитации. Если даже они лопнут от злости, мы доведем дело до конца. Что касается католикоса, он должен быть отлучен от церкви. Нужно изгнать из церкви также всех так называемых священнослужителей, которые занимаются политикой. Эти людишки служат интересам Кремля. По их вине может начаться новая война. Я никому не угрожаю. Хочу просто узнать, как они собираются действовать в таком случае. Во время переговоров в Москве Путин и Пашиняна согласовали прекращение деятельности российских пограничников в некоторых частях Армении. Они свернут свои посты не только в Международном аэропорту Еревана, но и в приграничных с Азербайджаном зонах. В армянском политическом сообществе это решение поддержали, призвав свести взаимодействие с российскими подразделениями до нуля. Кремлю невыгодно, чтобы мы имели собственную границу. Почему? Потому что урегулирование армяно-азербайджанских отношений означает ослабление позиций России в регионе. Они хотят, чтобы между нашими странами всегда были проблемы. Для того, чтобы постоянно строить из себя посредника. Естественно, все это Россия делает ради своих интересов. Что касается священников, многие из них занимаются бизнесом, являются олигархами. Вместо того, чтобы молиться за страну, они проклинают власть, занимаются дезинформацией. Они создают атмосферу, которая может привести к столкновениям. Сам Пашинян на своей последней пресс-конференции озвучил ряд месседжей в адрес России. Премьер заявил, что не обязан каждый год участвовать в параде ко Дню Победы над фашизмом в Москве. О своем неучастии в инаугурации Путина он объяснил отсутствием приглашения с российской стороны. Армянский премьер также раскритиковал телеканалы России, пригрозив, что если они продолжат демонстрировать неуважение к Армении, то их трансляция на территории страны будет приостановлена. Тем временем в Тбилиси задержали нескольких участников акции протеста в поддержку военного блогера и оппозиционера Учи Абашизаде, которому правоохранительные органы накануне предъявили обвинение в незаконном хранении огнестрельного оружия. Из-за акции протеста в столице страны был прерван концерт, посвященный Дню Европы. К обострению ситуации в Грузии привело рассмотрение парламентом законопроекта о прозрачности иностранного влияния, который критики считают аналогом российского закона. Протесты в Грузии не прекращаются уже несколько недель. За последние сутки ряд оппозиционеров подверглись нападениям, включая и самого блогера Учи Абашизаде. Критики опасаются, что законопроект будет использован для подавления инакомыслия. В свою очередь, Служба безопасности Грузии обвиняет протестующих в стремлении свергнуть правительство. Сообщается, что массовый митинг запланирован в Тбилиси на 11 мая, когда в Грузии будут отмечать День Европы. Военная операция, проводимая Израилем в городе Рафах на юге сектора Газа, стремительно увеличивает свои масштабы. Еврейское государство имеет достаточно сил для продолжения боевых действий в секторе Газа против Хамас. Об этом заявил премьер-министр Минамин Нетаньяху. Израиль верит в достижение успеха в боях в секторе Газа даже без внешней поддержки. Об этом сообщил премьер-министр Израиля Минамин Нетаньяху. При этом он напомнил, что после создания государства Израиль ООН наложила эмбарго на поставки оружия этой стране. Однако еврейское государство все равно отвоевало свою независимость. «Мы находимся в преддверии Дня Независимости. Во время войны за независимость, 76 лет назад, нас было мало, а врагов много. У нас не было оружия, было эмбарго на поставки оружия Израилю. Но благодаря единству мы победили. Сегодня мы намного сильнее. Если нам придется сражаться в одиночку, мы будем и голыми руками». В то же время в Министерстве обороны Израиля сообщили о том, что страна любым способом и всеми доступными средствами добьется поставленных целей в проведении операции в Рафахе. Об этом заявил министр обороны Израиля Йофф Голланд. При этом высокопоставленный чиновник добавил, что безопасность израильских граждан будет обеспечена. «Я говорю отсюда врагам и друзьям Израиля. Государство Израиля не может быть покорено. Ни ЦАХАЛ, ни Министерство обороны, ни само государство Израиль. Мы выстоим, добьемся своих целей, и мы обеспечим безопасность наших граждан». Ранее начатое Израилем военная операция на юге сектора Газа расширилась. Израильские войска и тяжелая военная техника вошли на территорию КПП Рафах. Работа пропускного пункта остановлена, а движение машин с пассажирами и гуманитарной помощи в сектор Газа прекращено. По разным данным, в южной части Анклава находятся от 1 до 1,5 миллионов беженцев со всего сектора Газа. Мирному населению менее чем за сутки до начала операции было предложено перебраться в расширенную гуманитарную зону в 20 километров от города. Правительство Израиля ранее заявляло, что планирует осуществить эвакуацию гражданских лиц в другие части палестинского эксклава по специальным гуманитарным коридорам. Вместе с тем в Израиле заявляют о том, что страна сможет победить в войне в Газе и доведет до конца операцию в Рафахе и без помощи США. Бывший глава службы национальной безопасности еврейского государства сказал, что его страна уважает решения Соединенных Штатов, однако не думает, что США надолго оставят главного союзника без поддержки. Израиль намерен, как и прежде, инвестировать большие средства в военную сферу. Об этом заявил экс-глава службы национальной безопасности Израиля Яков Амедрор. Генерал-майор армии обороны Израиля отметил, что решение США не поставлять вооружение в Израиль вполне понятно, так как страна должна учитывать в первую очередь собственные интересы. Однако вряд ли они захотят на долгое время оставлять своего главного союзника без поддержки. «Что касается продолжения боевых действий в Газе или вероятной войны в Ливане, если это случится, нам придется принять решение. И в этом случае поставки боеприпасов из Соединенных Штатов Америки имеют важное значение для увеличения возможностей ЦАХАЛ. Для операции в Рафахе, которая не так сложна, я думаю, у нас хватит средств. Однако на данный момент я не вижу никакой замены Соединённым Штатам Америки». Начальник генерального штаба Израиля генерал-лейтенант Герцеха Леви ежедневно проводит консультации со своим американским коллегой генералом Майклом Курилой по поводу военных действий и относительно проблем в регионе. Об этом заявил представитель ЦАХАЛ. Он также отметил, что Израиль с уважением относится к интересам в Соединенных Штатах и именно так и продолжит действовать. «У армии обороны Израиля есть всё необходимое вооружение, а также для проведения операции в Рафахе. Соединённые Штаты до сих пор оказывали беспрецедентную помощь в обеспечении безопасности нашему государству и нашей армии. Что не менее важно, так это сотрудничество между американским центральным командованием и армией обороны Израиля. Даже когда между нами возникает разногласие, мы решаем их сообща». Ранее Бенямини Таняху заявил, что Израиль смог победить в войне судного дня в 1973 году благодаря огромной силе духа и смелости, несмотря на введённое эмбарго на поставки оружия. Премьер-министр Израиля подчеркнул, что при необходимости армия страны будет сражаться голыми руками. Эллада Мамедова, Сибиси. Как мы сообщали ранее, в рамках поездки в Карабахский регион Азербайджана президент Ильхам Алиев ознакомился с ходом работ по восстановлению и принял участие в открытии ряда объектов. Подробнее об этом расскажет моя коллега Медина Курбанова. Медина, добрый вечер. Добрый вечер, Лидия. Добавлю, что работы по восстановлению идут полным ходом. Реконструируемые и строящиеся объекты будут отвечать современным стандартам качества. Подробности в экономическом выпуске. Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с работами, проводимыми на автодороге Ахмед Бейли Физули Шуша. Глава государства принял участие в церемонии открытия первого тоннеля общей протяженностью 6747 метров, построенного на этом маршруте. Общая протяженность автодороги, которая отводится в важную роль в социально-экономическом развитии освобожденных районов и сел, составит свыше 80 километров. Она соединяет Физулинский, Ходжавенский, Ходжалинский и Шушинский районы. Кроме того, в ходе поездки президент Азербайджана принял участие в открытии после ремонта и реставрации Кенделенчайского водохранилища. Установки и механическое оборудование приведены в стабильный рабочий режим. Ранее сообщалось, что после восстановления системы водохранилищ Кенделенчай можно будет орошать 6200 гектаров пассивных площадей в Физулинском районе. Современный Азербайджан – это стабильная и устойчиво развивающаяся экономика. Республика является главным и важным игроком в регионе Южного Кавказа. Основа сегодняшнего успеха была заложена после установления суверенитета страны в 90-е годы под руководством общенационального лидера Гейдара Алиева. Для превращения независимого Азербайджана в современное, сильное, обладающее устойчивым развитием экономики государства в 90-е годы прошлого столетия была определена нефтяная стратегия страны. Грамотно выстроенная политика под руководством общенационального лидера Гейдара Алиева стала основой сегодняшнего успеха. Она дала возможность диверсифицировать нефтяные доходы, поднимать и развивать другие отрасли экономики, а уже благодаря этому в республике были проведены решающие социально-экономические реформы. Нефтяная стратегия послужила привлечению иностранных инвесторов в страну, диверсификацией маршрутов транспортировки нефти и газа, а также эффективному управлению нефтяными доходами и обеспечила вступление Азербайджана в новый этап развития. 30 лет назад общенациональный лидер Гейдар Алиев на церемонии подписания контракта века заявил, что это соглашение открывает новый этап в жизни и экономике Азербайджанской республики, и особенно в нефтяной отрасли. На основе этого договора мы тесно объединяемся и приступаем к большому сотрудничеству. И я не сомневаюсь, что сотрудничество наше будет успешным. Азербайджан, как хозяин своей судьбы и своих богатств, благодаря этому сотрудничеству, в мировом экономическом сообществе займёт своё достойное место. Контракт века дал зелёный свет будущим нефтегазовым контрактам и проектам. С подписанием в 1994 году грандиозного соглашения по освоению блока месторождения Азерич-Рах-Генашли в азербайджанском секторе Каспийского моря, а в дальнейшем и реализации энергетических проектов глобального значения, таких как нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, Южный газовый коридор и многих других, Азербайджан стал надёжным мостом, соединяющим Восток и Запад. Именно в энергетический сектор республики были привлечены первые иностранные инвестиции. Сейчас же нефтегазовая отрасль сама выступает основой для дальнейшего прогрессивного развития. «Прошло 30 лет с тех пор, как Азербайджан начал нефтяное сотрудничество с международными компаниями, став первой страной, пригласившей иностранные нефтяные компании на Каспийское море. Я думаю, что у нас будет более светлое будущее, если мы не будем отказываться от ископаемого топлива. Мы не будем этого делать, но в то же время сосредоточимся на зелёной повестке дня». Эффективное перераспределение доходов от углеродного сектора позволило трансформировать и укрепить национальную экономику. Сегодня нефтяная стратегия Азербайджана, заложенная общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, успешно реализуется. Республика укрепила свою независимость и государственность, благополучно преодолела ряд глобальных экономических кризисов. Благодаря выбранному пути Азербайджан в очень короткие сроки занял достойное место на международной арене и превратился в экономического лидера обширного региона. Гейдар Алиев сыграл важную роль в интеграции Азербайджана в мировую экономику. Основы текущей политической и экономической независимости были заложены благодаря стратегическим проектам, инициированным общенациональным лидером. Они стали основополагающими для стабильности региона и развития связей внутри него. Нынешняя политическая и экономическая независимость, интеграция Азербайджана в систему международных отношений и глобальную экономику основаны на потенциале, заложенном общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. Такой мыслью поделился премьер-министр Али Асадов в интервью газете «Азербайджан». Он отметил, великий лидер говорил, что ни одна страна, даже самая большая, не может развивать свою экономику только в пределах своей территории. Именно так Азербайджан начал разрабатывать различные крупномасштабные проекты. По инициативе Гейдара Алиева, являющегося политическим лидером мирового масштаба, были реализованы такие крупномасштабные экономические проекты, как нефтепровод «Баку-Тбилиси-Джейхан» и газопровод «Баку-Тбилиси-Эрзурум», ставшие логическим предложением контракта века. Эти проекты послужили основой политической и экономической стабильности в Азербайджане и Грузии, а также открыли дополнительное окно для транспортировки казахстанской нефти на мировой рынок. Именно как предложение этих проектов стало возможным появление таких газопроводов, как ТАНАП и ТАП. Глава правительства подчеркивает, если бы не эти проекты, запущенные с большим трудом и без какой-либо внешней финансовой поддержки, которую президент Ильхам Алиев завершил и продолжил, ситуация с энергетической безопасностью Европы в последние три года была бы намного тяжелее. То же самое можно сказать и о транспортных маршрутах. Проведённая в 1998 году в Баку международная конференция по вопросу «Коридоры Восток-Запад» служит ещё одним примером дальновидности Гейдара Алиева. Именно тогда представители 32 стран и 13 мировых организаций подписали основное многостороннее соглашение о международном транспорте по развитию транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия. Растущая сейчас глобальная потребность в проекте среднего коридора, соединяющего Восток и Запад, является свидетельством того, что Гейдар Алиев опередил своё время на 25 лет. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, построенная по инициативе президента Ильхама Алиева при активной политической и финансовой поддержке Азербайджана, является продолжением дальновидных стратегических планов Гейдара Алиева. Сейчас эти проекты играют важную роль в транспортной и экономической безопасности мира. Кстати, восстановление Зангизурского коридора также поспособствует работе маршрута Восток-Запад в полную силу, что, в свою очередь, приведёт к повышению рентабельности международной торговли. По словам Асадова, стратегия Гейдара Алиева по строительству национального независимого государства в Азербайджане выдержала испытания временем и оправдала себя. Совместная деятельность тюркских банковских сообществ позволит ещё больше укрепить экономические связи между странами. Такое мнение высказал вице-президент Совета банковских ассоциаций тюркоязычных государств, глава Ассоциации банков Азербайджана Самир Нуреев, выступая на четвёртом заседании Совета в столице Узбекистана. Между тем, ранее, в ходе международного инвестиционного форума в Ташкенте, среди вопросов развития региона Центральной Азии обсуждалось и формирование единого финансового центра региона. На прошлой неделе завершился международный инвестиционный форум в Ташкенте, участники которого обсудили широкий спектр тем. Эксперты отмечают, что форум стал важной площадкой для обмена идеями, поиска партнёров и обсуждения перспективных проектов не только для Узбекистана, но и для всего региона Центральной Азии. В том числе было отмечено, что в настоящее время ведётся активная работа по трансформации Ташкента в финансовый центр региона для привлечения международных бизнесов и инвесторов. Большие инвестиционные амбиции не только Узбекистана, но и стран Центральной Азии, они будут неразрывно связаны с развитием финансового центра в Узбекистане, потому что если мы не найдём новые пути, альтернативные пути финансированных проектов, к сожалению, многие проекты могут остаться на бумаге, то есть в виде идей. Для реализации нужны большие, главное, долгосрочные финансовые выливания. Это могут быть средства предпринимателей зарубежных, это могут быть средства банков развития или международных организаций. И в каждом случае нужны адекватные условия для эффективной реализации финансирования и реализации проектов. Иностранные инвесторы подчеркнули важность развития транспортных маршрутов, особенно торговых, как ключевого фактора для экономического прогресса Центральной Азии и успешной реализации инвестиционных проектов. В этом вопросе снижение затрат на транспортировку грузов, на экспорт и импорт технологий всегда остаётся важным аспектом. Важный аспект это то, что в рамках форума были обсуждены также сотрудничества стран Центральной Азии с Азербайджаном. В данном случае роль финансового центра, который хочет взять на себя Узбекистан, международный финансовый центр, он сулит Викуту не только страну Центральной Азии, но и нашим партнёрам, в частности Азербайджану, была объявлена новая платформа для развития торговли стран Центральной Азии и Азербайджана, TCCA+, который сулит выгоду при международной торговле, при взаимном экспорте или импорте. По мнению эксперта, важные новые инфраструктурные проекты, осуществляемые в Центральной Азии и Азербайджане, не только способствуют развитию экономики в регионе, но также повышают уровень человеческого капитала и стимулируют взаимную торговлю. Дело в том, что инвестиции во всём мире привлекаются с оглядкой на суверенный кредитный рейтинг. И чем выше кредитный рейтинг, тем лучше, чем ниже, тем хуже. Допустим, в странах Центральной Азии самый высокий суверенный кредитный рейтинг у Казахстана – это тройное B-, затем ниже на ступеньку идёт Азербайджан BB+, потом просто BB и только затем BB- суверенный кредитный рейтинг у Узбекистана. Поэтому я полагаю, что Азербайджану выгоднее привлекать инвестиции напрямую, потому что его суверенный кредитный рейтинг выше, чем у Ташкента. Важно учитывать, что все государства Центральной Азии являются континентальными, без выхода к морю. А Узбекистан является дважды континентальной страной, считает эксперт. В целом, Ташкентский форум завершился запуском 15 новых проектов общей стоимостью около 9 миллиардов долларов. Таким образом, форум не только стал площадкой для обсуждения идей проектов, но и инициировал начало их реализации. Фарид Аделов, Сабина Мурадова, CBC Образец новой юбилейной монеты, изготовленной из золота в 999,9 карата высшего качества, представило сегодня акционерное общество «Азерголд». Отчеканенная из азербайджанского золота монета выпущена в честь юбилея фонда Гейдара Алиева, деятельность которого отражает уважение народа к памяти выдающейся исторической личности Азербайджана, лидера Гейдара Алиева хранит его богатое духовное наследие. Дизайн включает логотип фонда и геометрические линии, напоминающие лучи солнца, что олицетворяет жизнь, свет и также время. Юбилейную дату 20 можно увидеть в верхней и нижней частях монеты. С момента основания в 2018 году закрытого акционерного общества «Азерголд» производят монеты и слитки из азербайджанского золота и серебра. Новая монета свидетельствует о приверженности компании, дело о популяризации национального наследия и предоставлении уникальных инвестиционных возможностей. Казахстан, Азербайджан и Узбекистан приступили к разработке технико-экономического обоснования проекта по интеграции энергетических систем и прокладке высоковольтного кабеля по дну Каспийского моря для продажи зеленой энергии в страны Европейского союза. Об этом заявил министр энергетики Казахстана Алмасадам Садкалиев. На брифинге министр также отметил, что планируется использовать ветровой потенциал при Каспийской зоне и зоне Орала для экспортных поставок электроэнергии. Сроки строительства будут определены по мере исполнения подготовительных работ. Министр отметил, что предварительные результаты по ТО планируется получить до конца года. Проведена предварительная работа со странами Евросоюза, которые выразили заинтересованность приобретения чистой электроэнергии. Азербайджан, Казахстан и Узбекистан подписали соглашение о прокладке высоковольтного кабеля по дну Каспийского моря, что позволит нам поставлять чистую возобновляемую энергию на премиальные рынки. Речь идет о достаточно большом объеме инвестиций. Это были все новости на сегодня. С вами прощаюсь. Всего доброго и до скорых встреч.